Мы врага громили продуманным ударом, попадая прямо в смотровую сеть. На столе фронтовая каша. На ту, что кормили в войну, похоже. Даже вкус от той гречки не забудешь, говорят ветераны. В память у Татьяны Волковой каждый прожитый день. Как заточены такими же столами праздновали победу в мае 45-го. И то, каким трудом она доставалась. В 16 лет она подалась в партизаны. Отряд помогал раненым, громил фашистские эшелоны. В ходе одной из таких операций Татьяна Волкова едва не погибла. Окружили наши фашистские, карачили с автоматами все. Начали по дому расстреливать. Без сознания видно, ну, выползла бомба, это болото у нас было рядом. В этом болоте холодной, это в декабре месяце, я в сознание пришла. Ужасы войны до сих пор перед глазами многих. Как фашисты убивали детей, сжигали целые деревни, как погибали на руках друзья. Вспоминать есть потерянных друзей, близких, товарищей. Вот Горшков командир у самого дороги был, у повернулся, у него головы нет, там беда идет. Вы знаете, это, мы забываемое впечатление такое. После этого снова в боях, снова в боях, хотя уже там молодой был, еще выдерживал это. А сейчас у меня уже снова это воспоминание идет. Они служили на разных фронтах, но друг друга все равно называют однополчанами. И сегодня вспоминают и говорят не только о плохом. Ветеранам есть чем похвастать. И не наградами вовсе. Повод для гордости внуки и правнуки. Анастасия Редько, Юрий Егоров, телеканал Майя Удмуртия.